Здравствуйте! С вами психолог Наталья Кучеренко. Сегодня тема «Китайские гороскопы». Люди, рожденные в определенный год, имеют определенные качества, и они очень специфичны. Год змеи — это уникальный год для людей, которые в это время родились. Это люди очень гибкие, очень красивые, очень умные и абстрактные. Не зря говорят, что мудра, как змея. Это люди с наделенным уникальным интеллектом. Они умеют, это философы, это таинственность, это интуиция, это предвидение, это ясновидение. Это люди очень чувствуют, что происходит вокруг них, и им иногда даже объяснять не надо. Они просто включают свое внутреннее состояние и превращаются в необходимое качество, получают. Есть разные змеи, знаете, есть змеи-гадюки, есть змеи-бетоны, есть очковые змеи, есть кусающие, есть заглатывающие. Но это специфичные моменты, мы немножко позже разберем это более подробно. А сейчас пока краткая характеристика. Змея гибкая, умная, хитрая, защищает свой род, защищает свою семью. И самое интересное, что змеи первые не нападают. Они нападают тогда, когда они чувствуют опасность. Это нужно знать. Поэтому люди, которые внешне, рожденные вот змеи, внешне очень такие мягкие, такие уступчивые, на самом деле не спешите им наступать на хвост. Вы можете быть очень разочарованы, притом так, что змеи, простить прощения, они просят, они просто делают. Есть еще уникальное качество. Они безумно честные и очень вежливые. Это просто уникальное качество, которое касается именно змеи. Они сексуальные, они умеют развлекаться. И любыми способами они добиваются своей цели. Поэтому их мудрость, хитрость, гибкость, интуиция работает им на руку только для них и их окружения родных и близких. Китай, Китай, Интересно, всего доброго.